Мы на последнем занятии остановились на славе. Ну, конечно, можно разбежаться, поэтому я напомню эти вот эти операторы желать тех, кто сотен людей, которые почти полностью посмотрели 13 занятий, вы-то не принадлежите, поэтому я вам успел пополнить задержание. Добрый день. Значит, ну, откуда скакать, не с самого начала, а вот-вот-вот. Есть ситуация вот-вот-вот, которая содержит тебе с одной стороны связь, потому что указание делается, указывание совершается, чтобы совершить новое указывание. А с другой стороны, она никак не определена, эта связь. Поэтому она как бы есть и как бы ее нет. Поэтому мы вычленяем две стороны в этом движении. Вот-вот-вот. С одной стороны воспроизведение формы, с другой стороны воспроизведение предмета. Если мы рассмотрим воспроизведение предмета, то мы увидим никак не связанные между собой безотносительные предметы. которые как ни связанные, ни безотносительные даже не существуют, даже как предмет. И поэтому эта сторона взятая как самостоятельная, хотя она действительно присутствует в указании, вот-вот-вот, эта сторона взятая как абстракция, как самостоятельная, не может. А другая сторона, вот-вот-вот, является воспроизведение формы. И она может быть вычленена как абстракция, вот это движение вот-вот-вот, но может быть рассмотрена как основание для перехода к новому состоянию. Действительно, если мы помыслим именно форму, или ввод со стороны формы, то мы увидим, что мышление этой формы уже есть переход к новой форме. А мышление этой новой формы, как формы, уже есть переход к следующей форме. Поэтому мы получаем абстракцию, которую я назвал чистым переходом, то есть много сменяющих друг друга форм, которые лишены предмета. Абстракция, которая лишена предмета. То есть, если мы вот-вот возьмем со стороны, как воспроизведение формы, то мы получим некую абстракцию, которая мысленно как абстракция. Мышление формы означает мышление новой формы, новой формы, новой формы. Что форма, в широком смысле форма, уже узнает из этой абстракции, из чистого перехода. Из движения от формы к форме, без предметов. Это абстракция, из которой мысленно узнает, что возможно мышление отношения между вводами. Существует отношение и отношение мыслимо, если ввод брать со стороны формы, а не со стороны предметов. То есть мыслить «вот», «вот» в каждом «вот», а точнее «вот-вот», потому что «вот» нет, есть только «вот-вот». Если «вот-вот», форма мыслить как причину предмета. То есть в каждом «вот», форма воспроизводит себя как причину предмета. Это уже не абстракция, это уже действительное состояние. состояние мысли, действительно состояние мысли, где форма, где в движении «вот-вот-вот», форма воспроизводит себя как причину предмета. В этом движении воспроизведения формы себя в качестве причины предмета устанавливается и утверждается связь. Разный ход. Они уже теперь связаны. Если в прежнем состоянии они не были связаны, связь была ненесна, непонятно какая связь, теперь связь построена, она существует. Особенность заключается в том, что переход к новому ввод не отличим от построения этого нового ввода. То есть переход не есть в построении этого нового ввода. Следовательно, переход к новому предмету не отличим от самого предмета. Это ситуация, когда переход к новому не отличим от самого нового, переход к еще одному не отличим от самого этого еще одного, называется следующим. Это вполне определенный, по-моему, называется оператор. Вполне определенный оператор, который дает нам следование. Дает нам следующее. Или еще один такой. Я теперь не буду двигаться этим тот же путем, то есть вычинение абстракции. Я просто напомню, что мы двигаемся вообще-то путем вычинения абстракции в каждом состоянии, в каждом естественном состоянии мысли. Но я больше не буду далее поступать так на последней лекции как раз на 13-м семинаре. То есть просто показать, какие новые формы мы рассмотрели, какие вообще формы мы рассмотрели. Значит, форма следующей еще раз предполагает следующий оператор. Переход к новому и самого нового не отличим. Переход мысли, но не отличим от того, к чему переход совершается. И это называется следующее. Я, может быть, это вполне определенный оператор, который позволяет говорить о порядковом счете как логическом операторе. Следующий шаг заключается в том, что мы мыслим переход. Переход мы сначала с этим переходом, а затем мыслим следующее, взятое вместе с переходом. Как две стадии одного движения. Переход к следующему, а затем мыслим следующее вместе с переходом к нему. При этом переход отличен от следующего. Если переход отличен от следующего, то это уже не следующее, а большее. Такое следующее, где переход к нему отличен от того, к чему переход совершается. Такое следующее, которое получается двучастное движение от предыдущего, где переход отличен от того, к чему переход совершается, мыслим это вместе. Точнее, следующее мыслим это вместе с переходом к нему. Раньше оно мыслим это не отличимо от перехода, и это было следующее. А если следующее мыслим это вместе с умышлением перехода к нему, то мы получаем больше. Мы совершаем переход от количественного счета в порядкового счета. Вот, да, порядкового счета, количественного счета. По-моему, мы не закончили разговор, который, честно говоря, не способен поддерживать. То есть вы не закончили разговор, который, кстати, не поддерживает. Отличие вот этих, ну, это вполне понятно, логических операторов, от того, что представлено в теорию словам автоматики. Там как-то все получалось, а сколько я не могу это темным умом понять, это там как-то иначе. И может быть менее долго, как не покатался, или так подробно, не столько шагов там логических переходов. Получилось, что все вместе, как и я это помню. Тебе там подробно говорил. Так, я уже даже не помню. Точно не помню. Мне показалось, что там как-то все, получено все вместе, что порядок, что наличие, что даже сложение. И на последнем занятии мы дошли до этого места. И я начал говорить о сложении. То есть о ситуации, где переход, а поскольку это воспроизведение, мыслиться именно как переход. Отдельно от того, от чего он совершается, и отдельно от того, к чему он совершается. Или мыслиться переход как переход, или воспроизведение как воспроизведение. Я кончил на том месте, что видимо воспроизведение, как воспроизведение можно только при одном условии. Если форму различать пассивную часть и активную часть. Если мы можем форму различить пассивную и активную часть, то получается усиление и воспроизведение как такового. Поэтому следующий шаг заключается в том, что мы должны различить форме, мысленную форму и чувственную форму. И на этом я остановился. Вот будем считать, что на этом я опять остановился. В следующий раз, если Бог не выдаст, мы уже начнем об этом говорить. Ровно в этой течение срок я помню, но в прошлый раз. Еще раз, должны объединиться, что все делается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова